Васильки, колокольчики и мак. Красные цветы нет-нет, да и промелькнут в плантациях ржи или пшеницы. И так на протяжении всего пути до деревни Вилюнь Брестского района. Место, где сотрудники правоохранительных органов обнаружили целое поле красных цветов. Именно здесь мак настырно всходит вот уже на протяжении двух лет. Как и в прошлом году, так и в этом дурман-трава была скошена. Однако, если этот вариант посева стихийный, скорее всего мак населся самостоятельно, то недавно нашумевший случай в Бресте явно носил преступный характер. Так, в городе Бресте местный житель, 75-го года рождения, нигде не работающий, через интернет приобрел семена наркосодержащих веществ, оборудовал в своей квартире лабораторию, выращивал, употреблял и распространял наркотические вещества. Уже с начала операции на территории Брестской области было обнаружено и уничтожено 7 маковых полей. В весовом эквиваленте это 7 тонн 520 килограммов. Более того, за 4 месяца текущего года из незаконного оборота оперативными сотрудниками было изъято около 11 тонн наркотических средств и психотропных веществ. Среди них порядка 40% растительного происхождения. По итогам прошлого года операции МАК, мы имеем статистику, за нарушение административного законодательства, за незаконное выращивание наркосодержащих растений, было привлечено более 300 граждан Брестской области. Кроме этого, в настоящее время уже сотрудниками милиции был пресечен один канал поставки наркотических веществ за пределами Республики Беларусь. В рамках специальной программы МАК-2015 первоначально мы оповестили все сельские советы, все сели с полкомы о нахождении при случае выявления данных посевов незаконных, чтобы они сообщали нам, совместно мы их убираем. Среди населения деревень участкового инспектора проводят разъяснительные работы. Ну, в принципе, все жители Брестского района, они осведомлены о незаконных посевах, что предусмотрена административная ответственность по уголовной ответственности. Граждане, которых милиция привлекает к ответственности за посев и выращивание мака и конопли, обычно говорят, что не знали о запрете. Растили эти культуры сугубо для личных целей и исключительно для красоты. Однако отговорки не освобождают от ответственности. Так, за посев и выращивание запрещенных растений и грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, предусматривается административная ответственность и наложение штрафа в размере до 20 базовых величин. Если предприимчивый, в кавычках, делес решил выращивать маки-коноплю с целью сбыта, его ждет уголовная ответственность и небо в клеточку, и костюм в полосочку на долгие 25 лет.